Если вы любите снимать видео, вам точно знакома ситуация, когда начало происходить что-то крутое и вы за секунду понимаете, что если вы сейчас же не достанете камеру и не снимете это, вы еще очень долго будете обзывать себя плохими словами и очень долго сожалеть о том, что не сняли это. И как правило такие кадры получаются совсем не очень технически из-за того, что сняты быстро или другая ситуация, вы уже на монтаже и нашли кадр, который идеально вписывается в ваше видео, но вы понимаете, что он выглядит настолько хреново, что будет стыдно такое выкладывать. И в этой ситуации у вас есть три выхода, вы можете оставить этот кадр и смириться с тем, что он хреновый, вы можете поменять этот кадр на другой кадр или вы можете оставить этот кадр и сделать все возможное, чтобы он стал выглядеть круто. И сегодня мы решили поделиться с вами приемами, чтобы улучшить качество кадра, который выглядит как говно. Поехали! Скидки всем подписчикам от партнера и магазина KremlinStore.ru. Скидка 8% на любой товар в корзине по промокоду SMFilms в комментарии к заказу. Ссылка в описании. Привет, с вами SMFilms и как вы уже поняли, я специально выбрал так себе кадр. Цвета очень тусклые, картинка выглядит довольно плоской. Также кадр был снят с рук, то есть видна легкая тряска. И честно, я бы не стал использовать этот кадр, потому что он откровенно выглядит не очень. Поэтому давайте посмотрим, что с ним можно сделать. Шаги максимально простые, с технической точки зрения ничего сложного. Вам просто понадобится немного внимания и усидчивости, чтобы сделать из этого кадра что-то стоящее. И вы также должны понимать, что то, что я сейчас буду делать со своим кадром, может работать у меня, но это совсем не означает, что если вы сделаете те же самые настройки со своим кадром, все будет работать ровно так же. Каждому кадру нужен индивидуальный подход, потому что цвета разные, освещение разное, крупность разная, движение камеры может отличаться и много других факторов. И я буду делать это в программе Premiere Pro, но вы сможете повторить то же самое и в After Effects, и в Sony Vegas, и в Final Cut, используя похожие плагины. Итак, первое, что здесь отличает любительский кадр от профессионального, это легкая тряска. Она здесь совсем не в тему и будет лучше ее убрать. И если видео было снято с частотой кадров от 50, то имеет смысл его замедлить, потому что это поможет сгладить легкую тряску. Для этого я нажму правой кнопкой мыши Speed Duration, поставлю 50% и нажму ОК. Затем нажмите еще раз правой кнопкой мыши Nest, напишите имя и нажмите ОК. Это нужно для того, чтобы следующий плагин не конфликтовал с замедлением. Теперь в разделе с эффектами мы найдем очень мощный плагин для стабилизации Warp Stabilizer. Накиньте его на кадр и подождите, пока закончится анализ. Я ничего не буду менять в настройках, потому что конкретно для этого кадра все работает отлично. Подробнее об этом плагине мы рассказывали в другом выпуске. И после всех этих действий кадр стал намного плавнее и выглядит чуточку более профессиональней. Дальше самое главное, цветокоррекция. В верхней панели нажмите на вкладку Color и справа появится плагин Lumetri. Здесь вы можете использовать луты, чтобы сделать цветокоррекцию быстро, а лутах у нас тоже есть отдельный выпуск, либо настроить цвет вручную. В этом случае я решил сделать все ручками. В базовой цветокоррекции я сделаю баланс белого немного теплее и ниже поиграю с настройками, чтобы сделать картинку немного контрастнее. Далее в кривых в этом круге я немного подниму оранжевые оттенки и синие оттенки, чтобы вода и камень стали лучше выделяться. Затем в HSL Secondary я выберу бирюзовый оттенок и ниже увеличу его насыщенность еще сильнее. То есть изменения в этом круге действуют только на бирюзовые оттенки и мы можем сделать их хоть красными, если захотим. И под конец можно накинуть черные полосы, чтобы добавить ощущение кино. Их можно добавить либо поверх кадра, либо изменить сам формат кадра, если все видео будет таким. Чтобы поменять формат, нажмите Sequence, Sequence Settings и поменяйте это значение на 800. Но если вам нужно добавить полосы поверх Full HD видео, перейдите в эффекты и найдите плагин Crop, и я добавлю 12 сверху и снизу. И так после всех этих манипуляций, вот как было до, и вот что мы получили после. Конечно это не идеально, и по сути это больше как склеенная ваза. Она может и выглядит здорово, но все равно уже вся в клею. И поэтому я советую вам изначально стараться снимать кадр лучше, чтобы потом не устраивать эти танцы с бубном на монтаже. Это лучше уже делать в самом крайнем случае. Если вы изначально снимете кадр лучше, то вы сэкономите себе время, и это уже не будет выглядеть как склеенная ваза. А на этом все на сегодня. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok